Играть и в Прокси Хату, потому что вот третья локация, где на второй части, она находит в виде звуков. Блядь, какой уфан. И бежать в земной роучке, ну, бывает решать не играть в Прокси, но, благодаря предыдущей игре, КАС прежде всего будет делать разведку, хотя КАС как будто хочет Проксишки. Так, я понял, короче, я понял. КАС играет в Прокси Хату, а, КАС играет в Прокси Хату, и возможно, кстати, Банчас умеет, а вот Ублая, Ублая, Ублая идёт в пиклу, пока без газа, то есть это будет забегание. Но вот, кстати, да, сейчас есть вопрос такой, будет ли КАС делать разведку рабочим, потому что если он не поедет рядом, а полетит рипером, то что он ставил первый гад. Короче, ребят, я не знаю, что случилось, вот, но стрим упал, в общем, сейчас он поднимется уже скоро. Рипер летает сюда, и вот на половине, вы видите, даже может, ну, где-то ближе, даже может быть здесь, а ленинги уже будут здесь. А в такой ситуации, что Рипер, ну, сейчас, как бы, поздно достраивается, получается, скорее всего, у нас будет... Сейчас посмотрим, как КАС вообще Рипером полетит. Ага, смотрите-ка. КАС чувствует, что он знает, что-то у нас такого ожидает, и Рипером не полетит вперёд. Уинтера 95 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Уинтера 95. Спасибо всем за поддержку, пацаны. Короче, я не знаю, что произошло, но стрим упал. Сейчас он поднялся. Вот, ну, это катастрофа была, блин. Нахрен он упал. Вот это, почему-то опс зависает в последнее время, то есть я ушёл. В общем, такой прикол, что опс зависает и стрим падает вообще короче. Я не знаю, в чём вообще прикол, ну, блин. Это провал. Такие... Я не с ними, я не с ними. Ну, два линга погибли. Здесь сейчас погибнет уже и третий. Потому что Рипер бежит. У Глай, конечно, сделал разведку. Причём помешал, помешал. Пере... Какие мы поставили, нормально? Вот, минус три линга. У Глая не заказал. А, у Глая только сейчас заказана скорость. Так, ну, смотрим, какой счёт-то, кстати. Кто шарит, какой счёт Каз, браток? Ой, Каз была у Вратка. Ничего не написано, какой счёт. Это печально, на самом деле. Ну, это, наверное, он тихо, это, на самом деле. Здесь видит, у него третий петчер Каз, запрыгивает на мейн, сейчас видит на R, видит на R. Там, что может, и все, и смотрит. А так больше посмотрит. Здесь ещё, сейчас начинает отстрел, у него будет три квадса. Сейчас бимус рабочий. Ищу. Ну, тут... Этот рипер просто MVP. Ну, хоть он и погиб, но он сделал просто нереальную работу. Он убил трёх лингов, там, убил араба. Ну, в общем, вообще, где? Ну, Глай Лэр они очень. Глай Лэр, значит, он будет либо Нидус делать, либо шпиль, как он любит. Судя по, что роу-чурный нет, у Нидусов никаких не будет. Одного дрона тремя геликами Каз размениваются, но это... Это СНГ-размен, блин. Три геликов, одного дрона не надо размениваться, пацаны. Не рекомендуется так. Ну, чтобы было что посмотреть, смотрим Пашу пока. Так, Либератор раскладывается... Так, Либератор раскладывается, королева без транс-юзов. Пытался Каз дрона забить, но не добил. Так, а Twitch поднялся вообще? Грейт плюс один, 93-й газ. Углая заказывается 3-й экспант, поясни, грейт, 6-й чехол. О, какая минка! Минус 4 линга. Сейчас Twitch проверю, ребят, погодите. Это даже расстроит, что углай. Сейчас заказывается как-то так. Муту без грейд. Не торопится с агрейдами. Так, то что у нас дальше Каз ставит? Да, Twitch заработал, отлично. Делает выход, но сейчас опасно, потому что мариков еще не так много, тем более они, конечно, с кинфактами, но они без счетов, но самое главное без атаки. Окей, вообще, еще стал слабеньким. Но, в чем преимущество этого мутера? Если была Аплитика... Блин, до сих пор захват. Каз может убить на всех королевах. Черт побери, это мой косяк, да, ребята. Что-то я про захват забыл, расстроился, что стрим упал, короче. Минус медивайк, это очень неприятно. Блай заказывает здесь линги, ну и, блин, здесь сейчас все очень плохо у Каза, потому что у Каза достаточно лингов, но если только Минки как-то нереально зажгут, но Каза, 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 Каза видит это, извиняюсь, уже заговаривает. Здесь минус, что с мутой-то случилось? Каза мискликнул, у него большая часть муты просто погибает, у него потери уже 1700 на 1100. Здесь Минку еще Каза сконтролил, выкопал на королеву. Так, как там Минки Блайа унижают, это жесть вообще. Не очень, да у Каза сейчас шикарная ситуация, здесь остается всего лишь 4 муты, здесь 3 Минки закопанных, так еще здесь вон перекапывается Санка, но Санка не успевает перекопаться, Минка перезарядились, обе причем. Санка сразу минус, здесь сейчас Каза минусует. Похоже на то, что Каза минусует Блайа. Каза вступает, здесь Минка, 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 ух! Минка всех своих мальков убивает. Восстрелась битва двух Якадзун, короче. Это жесть вообще. Кажалось, вот сейчас при нормальной реализации Каза должен выигрывать, он вообще прям здесь. Но он просто не выигрывает прям здесь вообще. Делается массовый дроп-топ, ай-яй-яй-яй-яй, Блай все это видит, Блай это все видит. И Каза здесь вынужден производить прям на своей, возможно, 4 базе, будущей. Ну и пойдет по земле, потому что здесь, как ставятся реакторы, уже около основных бараков есть турецкая. Окей, 30 Сашка полетела, Блай вынужден уступать, потому что у него плохая экономика. У него нет такого продакшна, чтобы он мог отбиться одновременно. И дома отбиться, и при этом еще и похарасить. Ему нужна вся армия вместе. Он отступает, здесь стоит Криптумор. Сейчас, надеюсь, Каза просветит, это убьет этот Криптумор. И Бл-линги еще без скорости. Грейда уже у Каза есть, Грейд один на атаку. Здесь Каза заходит, начинает ковать, закапывать, сзади идут Бл-линги. Ну, Каза в трех все нормально, смотрите. Так, ну, милки непонятно, куда стреляют просто. Зачетно, да, здесь минус все Беллинги сейчас будут. И Блай сейчас нельзя задраться, ему надо отступать, потому что здесь 3 Медивака. Ну, как же Блай контролит, убил 2 Медивака подрезан. И вот сейчас, конечно, уже когда-нибудь 2 Медивака подрезан. У Блай здесь чудом живет, но у Каза 2-1 сейчас будут, Грейды скоро уже. Точнее, 1-1 у него уже есть. Я не знаю, у Блая какие Грейды, Ну, Каза рабочих на 11 против 10 Блай, что самое интересное. Так, Каза тут хорошо с минками опять выдвигается вперед. Нужно ли ему прямо сейчас идти, сейчас? Вот я не знаю. Так, ну, Казу, конечно, желательно вот эти камни убить. Здесь сейчас подкопиться еще, добавлять еще 2 Барака, Медиваки. Все вообще по фэн-шую прям. Так, только надо убить, 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 Каз, 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 убей. Ну, сейчас же Линги бегут, Линги бегут. Только что же Адриковал, там чуть-чуть не убивал. Да, но сейчас как поймет, ну, надо убивать. Почему-то на текане здесь кто-то ловил. Ну, надо камни Каз убить и идти вперед просто. Каз камни не убивает. Вообще бред тут. Я смотрю уже, как сегодня не только Каз, там кто-то тоже так тупил сегодня. Просто не убивал камни почему-то. Я не понимаю, почему. Так, там какой-то на 12 часах дробчик у Каз интересный. Каз сейчас 2-1 на нуле. У Блая 0-0 грейды, смотрите, о, прикол. У Блая грейды 0-0 просто. На 2-1, прикиньте. Если Каз сейчас не реализует, то он вообще потеряет время просто. И потеряет, как бы, преимущество. Три туретки у Каз. Тут ничего Блая вообще не сделать. Мутали с Камегу. Контроль от Каз сейчас только что вы видели. Марики Аклик против Бэйнов идут. Но даже это не остановит. Каз у него продакшн по 13-12 мариков. И, собственно говоря... И, собственно говоря... Каз просто должен разорвать ближайшее время. Минка по мутке. Минус мутка. Каз выходит камням. Да можно камни пробить эти, я не знаю, в конце-то концов. Бэйнов там нет практически. Пять вроде браток говорит. Да что это такое-то вообще? Это для Каз от Лик. Ты нажал, попер вперед. Каз садил конкретно. Каз садил. Каз и есть старые грейды на атаку. Делать за третью. Каз пока пока... Один грейк на атаку. А у Каза 2-2. 2-2. Каз надо как-то более агрессивно течить. Пытаться дымать. Каз делает хорошую передробницей. Ну тут Каза садил конкретно. Ну дожмёт он спокойно абсолютно. Парни, новая акция ТВМР. Мы же участвуем. И собирается, собирается злай нападать. Готовится, готовится. Там уже виткань идет огроменное. Здесь марики, марики спрепачатся. Минус в эллинге. Здесь, наверное, уже есть другие эллинги. Так, там просто немерено идет. А юнитов от Каза. 180-126. Ну вот надо добить уже, блин. Так, стимпатчится Каз. Ой, минки опять по своим бьют. Но тут Бэйны все взрываются. Блин, ну вот когда... Не, ну тут просто Каз перемасил. Просто Каз не тот игрок, который сплитом может при равных или более низких лимитах втащить зерга на крипе, например. Каз против Трэндж-Димаги. Ох, минка пошла. Блайк, Каз против Трэндж-Димаги. Паша заговаривается. Вот сейчас Каз больше, там да, неплохо контроль. Зачастую. Но это контроль как бы... Ну, это более легкий... Вот, например, Бэйлинги зашли, взрывали там. Это более легкий контроль, чем контроль тащить Канадо жестко, очень тираном. ГГ пишет. Стрэндж против Каз. Вот, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так... Ну что, ребят, ждем финала Стрэндж против Касса сейчас будет Финальчик у нас Субтитры сделал DimaTorzok Так, Каза бо 5, короче Ну давайте бо 5 тогда играть Ну что, ребят, Каза бо 5 Говорит Стрэндж, так что ждем B5 Ну вот Так, сейчас Паша мне позвонит Сам ему даже наберу сейчас Алло, здорово, Паш Привет, привет, Серега Ой, Миша, ой, Миша тролль Че там такое? Каз поддержал канал на сумму 100 рублей Сообщать, смотри как надо Сейчас буду учить тебя, как нужно Трот протосу поигрывать Сейчас посмотрим А, ну Стрэндж же сильный игрок Ну все равно интересно будет Конечно, обязательно Смотрите, ну Каз Каз, конечно, красава Да, эпичный Может быть, сможет, да, Каз нам что-нибудь покажет Прямо сейчас, как делается Он сейчас хорошо играет так То есть, я не знаю, как у тебя там Ну вот, Стрэндж против Димаги Как уверенно там играл Ну да, там че-то Люди писал, что у него С интернета у него небольшие проблемы были Вот, ну Стрэндж там Увай уверенно, да, отыграл Как бы 2-0 Ммм, жестко, да Ну, Каз все равно Там, конечно, игры тоже так прикольно сыграл Но там была, я одну игру выиграл Ну, у них вообще Интересные были игры Но вот первая и третья игра все-таки была за Казом Там, Каз постоянно так как-то перемикривал, перемакривал Была, я даже удивился, на самом деле То есть, вообще, очень круто Ну, там и минки, конечно, еще хорошо лаубили Ну, ладно Так, у тебя задержка сколько? Полторы минуты? Да, да, да Окей На кого ставишь? Ну, я знаю, что ты на Стрэнджи, конечно, ставишь Что-то не знаю Каз как-то недавно, по-моему, был Стрэнджи выигрывал То есть, ну, как-то, ну как недавно Был такой эпизод, по-моему Ну, я, кстати, месяц назад, помню, что наоборот было Ну, нет, больше Стрэнджи выиграл Я помню, что Каз тоже выигрывал Как-то Ну, да, у них так было То есть Там, причем, такой прикол был, что они играли, может быть, игры на одной неделе даже Что-то такое Сначала я выиграл Каз А потом на следующем турнире Они когда играли Я впервые от Стрэнджи увидел Чиз с одной базы Это они играли на галактическом процессе И Стрэнджи там делает что-то Старгейд Что-то, в общем, пушил А, было У него такой был Там, да То есть Чизок Я помню У него было и сверх ранее Вот эти пилоны с оракулом Потом все стали играть Он тоже то ли у кого-то увидел То ли Как бы сам придумал Не знаю Ну, то есть Может, в общем, чизить То есть Такое тоже Интересно, в общем Поэтому будет последить Да, может Просто Ну, Стрэндж предпочитает Что, как бы Он предпочитает Сыграть стандартно В основном Да, как бы Уверенно Вот То есть Там Гейт, Гас, Ник С кибернетчик И Сказ будет Как-то халявно Играть Ну, и четко Реализовывать Я думаю У него вполне Нормальные, как бы Шансы Вот То есть Ну, он будет Опережать, я думаю Стрэнджи полиамид Причем, серьезно То есть, как бы Хотя, это сейчас нормально Что Тиран Процесс Опережает зачастую Но Да Раз может, как бы Еще и экономики Там сильно Передотянуты Еще и жестче Да, чем стандарт Что, тем же Блюзизм Стрэнджи играл Он тоже Там, да Как-то По лимиту Отставал Вот И Бернинг Там С Бернингом Тоже так было Что, там Прямо Ну, 30-40 Лимита Отставания Там В стиле 140-110 Там Ну, потом Пару варпов Грамотный контроль От Стрэнджи Он переворачивал В итоге Ну, в основной Битвы Хорош Хорош То есть, Стрэнджи Как бы, да Может Но, у Стрэнджи Я смотрел У него какая-то Вот, по играм Что он Очень любит Старгейт То есть, это я Когда я в него В чате Там, с ним Общался И он любит Играть Вот, именно Что-то Через робо Кибернетку То есть, это Ну, блин Не знаю На мой взгляд Это так сильно Читается Иногда То есть, под него Можем подстраиваться То есть, то же самое Как на ледере Если я играю Присо Стрэнджи Я уже знаю Ну, девяносто Вайлайт Смысле Да, да То есть, всегда Практически Ну, это стандарт Как бы, да Просто Он стандарт Я игре Что он именно Стандартный Такой очень получается То есть Каньце Цэшка первая На большой карте Там Или что-нибудь Такое Не знаю Жестко будет Тяжело Или какой-нибудь Пуш Там под это Все дело То есть, там Ну, да То есть Получается Усредненный вариант Но Либо одна Крайность Либо другая Крайность Должна Хорошо Воевать Ну, да Каз развивается Очень быстро Получается Скорее всего Пойдет Двойной Точнее Не двойной Дробь А Дробь Двух Минок Здесь Запрыгивает На На Пилон Но Сейчас Каз Надо будет Уходить Очень опасно Здесь Это Ненормальный Он Турал Ну, понятно Через Пилон Уже Нельзя Уходить Не Уйдешь Каз Хочет Там Мэйд Запрыгнуть Там Адепт Там Аваршип Кор Ой-ой-ой Сейчас же Идзись Яндекс Призовой Увеличил Просто На 223 До 5000 Рублей Отборочных Яндекс Тут Пацанам Обошляет Смотрю Хорош Хорош Яндекс Спасибо За поддержку Турниров Это Всегда Приятно Ну, да Отборочные Прикольно Чтобы Старались Да Только Ребята Ты Чего Да Они Не знают А, кстати, первое место получает Или первое Второе Первое, наверное, полностью Я так понимаю Окей На финалу уже и так Призовой Очень даже неплохой Получился Поэтому Да и он увеличится Еще сто процентов Нормально Ну и что меня удивилось Что как-то Прям, ну Может быть, тяжело Разобраться Как бы, да Там с сайтом Европейцев Как бы, да Ну, там Играл и лайв Почему-то Процами Фуфан Там Двара Выиграл Зерго И ушел Потом Не знаю Лол Скайл Ну, сказал Типа Отдаю Победу Там Наверное Ночь У них Я не знаю Что там Было Почему Он ушел Вот Ну и были Там Некоторые Гуру Да Там Что-то Не появлялся Долго Теху Поставили Ему С лишним Минут Его Не было Может На вторых Кто-то Будет Получается Даже Если И будет Кто-то Ну То есть Теперь Уже Максимум Четыре Человека Не Из СНГ Да Будет Со Следующих Отборочных И все Турнир Будет Наш СНГ За роботу В основном Получится Короче Повезло Пацанам Презыдущих Гугода Там Ну И Хэппи Играл А там Сэн Лейзер Выиграл Еще Кто-то То есть Как бы Звали Мы Все Все Впереди То есть Дроп Натурал Здесь Минок Не Хэппи Сказал Его Звали Там Сказал Три месяца Не играл Не готов Кроме Конечно Ну Тогда Тяжело После такого Перерыва Сразу На турнир Хоть Конечно У Хэппи Микро Месяца Ты не играл И микро Уже Не таким Крутым Становится Тоже Такой момент Самое Ну То есть Прикол То в чем То есть Ты вроде Как И понимаешь Даже Что делать Семь Билдер У меня На этом У всех Это Проблема Руки Деревянные Они Не могут Исполнить Жаль В будни Вечерком Не стремишь После работы Посмотреть Нечего Тогда Получается Что Ну У тебя Просто Пальцы Там Именно Бегают Сами По себе Ты Уже Уверен В этом Ты Можешь В каких То Моментах Именно Даже В плане Принятия Решений Действовать Так Пытался Что-то Минками Дропнуться Ничего Особо Не Получилось У Стрэнджа По Экономике Получше Немножечко Все На Четыре Пробки Но Учитывая Мулы Это Нивелируется Естественно Даже Двумя Мулами Это Не Остает Стрэндж По Боевому Лимиту Чуть Похуже У Касса Погоди Что-то Это Какой-то Выход Получается С Рэйвеном С Танчиками С Двумя Танками Очень Мощный Пуш Причем Да И Сейчас Дальше Еще Будет Скорее Сего Либераторы То Это Вообще Инновыщен Любит Такие Делают Только Инновыщен Делают Без Рэйвена Но Кассу Дабел Рэйвена И Тем Самым Он Перерезает Стрэндж Разведку Очень С Рэйвеном Это В разы Не В разы Но Очень Сильно Пуш Грейдит Потому Что Что Сейчас Выгоднее Раньше Очевидно Дефенс Дрон Был Очень Выгоден А Сейчас Авто Турель Которая Уничтожает Даже Танки Я не знаю Ставится Да Она Вообще Жесткая Ну Вот Кстати Сейчас Есть Призма Конечно Которая Палит И То есть Она Собирается Залетать Но Если Есть Вариант Такой Еще Кстати В этом Белде Интересный Затиран Что Ты Можешь Начало Заказать Два Либератора Попытаться Здесь Поймал Кстати Апса Касс В центре Так Вот Полетать Вокруг Своей Базы А Только После Этого То есть После Либератора Заказываешь Медиваки То есть Сейчас Когда Выходит Либератор Касс Уже Должен Этими Либераторами Лететь Вперед Помогать Присоединяться К армии А если бы он Заранее Сделал Он бы мог Немного Полетать Посмотреть Чтобы Не было Призмы То есть Такие Майн Геймс Есть Чуть Чуть Хотя Может быть Рядом Пролетит Может Заметит Но Призма 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 Сама Подлетает Вроде Касс заметил Да Заметил Касс Видит Ну Касс Не реагирует Вообще Печально Сейчас Тренж Сам Полетел На F2 Походу Дело Я не знаю Как он Так летит Так Видит Касс Здесь Один Колосс Без Рэнджа Ну Так С Блючизм Примерно Было То есть Пришел Он Трестник Судук Тренж Отдавал Его Здесь Такое Ощущение Что Не хочет Отдавать Но Он Его Не Может Не Отдавать Получается Странный Блин Ой Дефенс Дрон Откас Кстати Сейчас Да В такой Ситуации Дефенс Дрон Конечно Выгоден Чему Правильно Как Сделать Сталкеров Что Терять Тяжело Сейчас Стрэндж Будет Хотя У него Там Есть Довар Тотептов Типа На Третью Пойдет Но На Третьей Экономики Нет И Убивать Нечего Получается Два Пилона Еще Стрэндж Да Хочется Подлог Спасибо Экстрим Террон За поддержку Экстрим Террор Будний Вечер Помни Стрим Почему Не Стрим А сейчас Что Не Вечерок И Не Будний Что Ли Уже Он 11 Почти Да и Вчера До Двух Стрим Не Знаю Ты Где-то Сам Пропадаешь Видимо Так Ладно Слудить Не Будем Тут Скай Бай Стрим Надо Что-то Делать Неплох Конечно Он Ксм Здесь Подрезает 7 Штук Уже 8 По Боевому 30 Лимита Проседает Он Сейчас У Касса 2 1 Делают У Стрим Вторая Атака Раньше Будет Чем Касса Грей Дэн Нужно Получается Реализовывать Будет Сейчас Минус Призма Скорее Будет Ну Да Но Либераторам Правда Тяжеловат Все Призму Подрезать Ну Вот Авто Турель Кассу Надо Не Стесняться Поставить Сейчас Она Минус Смел Сто Процент Призму А Касс Походу Решил Только Только Либераторам Не Контролить Что-то Ну Сейчас Он Видит Он Сюда Уже Сейчас Он Видит У него Зелнагу Он Контрол Он Видит Что Никто Не Прикрывает Сталкер Подошел Ему Поля Просто За Очевидно Стрэндж Выход На Делать И То Что Призму Он Потерял Это Конечно Ну Просто У него Сейчас И тайминг Другой Он Значительно Быстрее Пришел На Призму На Вар По Боевому Не Ну Плюс Два Я Не знаю Сколько Там Викингов У Касс А Нет Тут Уже Что-то Много Вообще Касс Очень Прям Много Чувствительная Армия Уже Сейчас Если Может Быть Хотя Все Будет Очень Сложным Дефенс Дроны Опять Же Там Лебята Пробудут Жить Тут В колоссах Вся Сила Стрэнджа А колоссы Есть Касс Уже Чем Контритис Каждой Секунды Викингов Все Больше И Больше Становит Ух Третья Затышка Под ударом Взлетает Еще Эту Призму Как Может Нет Призму Касс Не Удав Так Викинга Либераторы Подлетают Стрэндж Сразу В этом Направлении Идет Дефенс Дрон Надо Уходить Отсюда Гвардиан Решает Неплохо Адепты На вторую Заход Стрэндж Неплохо Разводил 17 Ксм Падает Смотрите По лимиту На 20 Пробок Парабам На 20 Стрэндж Плюсе Как Кажд Всю экономику Потерял Резко Билды Хорошие Пошли Викинг Викингов Касс Мисклик Что-то он Да Тут это Мисклик Был Я и не понял Думаю Зачем он сажает Неужели они По земле Сейчас прям Эффективнее Будут драться Конечно же Ответа нет И Касс Умудряется Просто развалиться Ребят Тут еще и Гвардиан У Стрэнджа есть Он может продолжать Эффективно драться Здесь достаточно Марики падают От колоссов С плюс 2 Я не знаю Стрэнджу надо Хоть чем-то Здесь уйти Просто И тогда Наверное Будет более-менее Неплохая ситуация Стрэндж призма Меняет колоссов Просто Надо уходить Сейчас Как можно быстрее Все Ушел И Блин И третий Нексус Есть И просто 18 ксм На 52 пробки Если Касс Будет ждать Он проигрывает 100% По экономике Просто Пока Боевой есть Надо Кассу Что-то Предпринимать Пытаться Ну Стрэндж сантрей Только Доварпил И Ну И что Надо 75 копич У Гвардиан Было Желательно И Ну Касс Очень сложная Конечно Ситуация Здесь Я даже Не представляю Как он Сложно Пробивать Слушай Ну Если Прямо Сейчас Он Как-то Ударит Потому что Еще Два Варпа У Стрэнджа И все Получается А экономика Хорошая Так Стрэндж Видит Прекрасный Плакас Идет Сам Идет Встречает Филды Хорошая Викингов Все Две Штуки Викинги Не решают Здесь Уже Ничего Центр Танки Викинги Сейчас Вообще Юнитов Мало У Касс Очень Каждый Ценен Причем Причевые Юниты Эти Очень важны Кассу Как Танки Викинги Да И Сталкера Надо Минусовать Колоссов Колоссов Не просто Минус Здесь Вообще Все Просто Невероятно Плотно Происто Блин Жесть Игра Уже Дрэд Решают Кассы Конечно Все Таки Касс Даже У Крэнджа Казалось Казалось Да Вообще Такое Ну то есть Да Вот Это Атака Не бывает Но Я не понял Честно Говоря Почему Стрэндж В одном Из Последних Варпов Варпанул Адептов Там Семь Варпом Если Мне кажется Если Б он Варпанул Сталкеров Ему Не страшны Были Так Викинги Вот Эти Там Буквально Два Всего Осталось И Он Был Более Мобильный То Адепты Они Вынуждены Влезать В эти Танки Залпы Сталкерами И Рэндж Больше Отблинкнуться Можно Колоссам Если Что То есть Они Как-то С колоссами Сочетаются Грамотнее В плане Контроля Стрэндж Наверное Он думал Просто Что Ещё Успеет Варпануть Может Не знаю Молодец Да Ох Игра Качеля Качеля Крутая Блин Ну как Вот Это Примерно Ну Не именно Как В этой Как В этой То Вообще Стрэндж Ну Как-то Жестко Сделал Всё Но В предыдущих Примерно То же Самое Было То есть Стрэндж Проигрывал Проигрывал А потом Замес И бах И выигрывает Так и Здесь Как-то Получилось Интересно Прямо Такая Ситуация Конечно Была Что Уже Всё Вроде Экономики Нет И У Кассы Всё Совсем Печально Но Хорошая Атака Очень Хорошая Атака Это Да Оп Сейчас Секунду Э Вы Уже Начали Что Ли Да А ты Не Зашёл Что Ли Лол Нет А Я Погоди А чё Это Я Вообще Здесь В Игре Я Просто На Месте Игрока Сейчас Будет Ре По-любому Не понял Там Я Даже Без меня Короче Там Что-то Я Походу Сам Отвлёкся Не вышел Вот Игра Сразу Первая То есть Вот Финал Может быть Даже Достойна Финала Самого Турнира Вообще То Есть Такая Напряженная Близкая Очень Турнира там кстати дано даже игрокам сказать что призовой фонд увеличили до так что чтобы ребятам получше игралась да про мотивировать ого карта вихрь большая-большая карта но здесь касс конечно скорее всего сыграть через какой-то фаст командный центр а вот как strange изменить свой билд ордер так-то в целом можно и стандартно играет но вот против вас командного центра будет отставание по экономике и учитывая что против касса играет что тут будет тяжело конечно тяжело мы видели когда у касса вообще не было экономики что он творит хотя касс конечно может еще есть main game сыграть то есть какой-то быстрый газ но против стрэнджи на это не очень эффективно хотя касса играет быстрый газ и тут возможно будет гелионы от касса то есть рипер cc гелиона причем кстати разведка краски будет именно на правый верхний угол от касса а вот от стрэнджа от стрэнджа не знаю как он делает разведку а стрэндж делает два газа в углу и да кстати прокси старгейт играл здесь бёрнингом тираном и он же black templar и он нашел как бы ты чем разведал увидел что стрэндж на одном пилоне живет и понял короче рипером нашел отменил там оракул там провалился вообще полностью у стрэнджа эта тема и там проиграл стрэндж там потому что жестко там 130 на 70 какой-то момент лимита тирана стала как бы задавил в итоге все-таки хотя стрэндж даже там как бы ну не сдавался и даже дрался неплохо но не везет стрэнджа что касс живет тут именно там где он живет сейчас получается вообще неудачно очень далеко почти cross респ и учили сейчас проставить стрэнджа но зато стрэндж 2 пробка и удачные ну то есть он проверяет именно что тот рез рез куда дольше всего лететь тогда со строги это здесь вот ему не повезло и сейчас кстати еще рипер выйдет скорее все убьет эту пробку здесь ставится тоже стопроцентно до рипер убьет сейчас будет реактор да и в классе скорее всего это именно ну как я играл летит направо но вот есть вторая пробка она помешает и здесь у кассы будет перелетать факторкой барак но когда он увидит нет что нет nexus а то тут могут быть какие-то другие варианты и начнется провела поехала вторая пробка покатила успеет кассу спалить мимо проскочил меня видел как увидел видел 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 касс я тоже я тоже видел что видел так отвлек пробка ушла и касс пока не понимает это время то все он не понимает то есть блин халява что забрать вообще просто мазеркор летит вперед бункера у касса нет и ну блин оракул сверх поздний получается рипер будет у нас куда он что раз думаю что вообще они так то он должен понять где стрэндж просто он решил рипером назад возвращаться странно все обычные тираны ну летят туда летят харасить ну да странно здесь тоже что-то непонятно но там адепт уже был в принципе верчашно выставлять по амарик минус 1 сразу да и до бункера достает там ой 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 бункер не отменяет ничего не отменяет ну пробку убил как правду туретку на мэнни туретку на 1 мэнни кассу очень срочно хотя есть минка конечно да он да это на менту девочки приносится что принадлежат а я дэкро фото тут чуть-чуть митку может выкатан задача адепта убить минку на самом деле как и таком раскладе чувствует обаивается побаивается минки и правильно делают туда с выходит циклон здесь ох не на циклон точнее бета раку но с того с малыша пора убьет циклона уже не те уже не на трассе сандрова была зеленее да и циклон конечно он так вот никак с пулемета с этого не стрелял но зато он захватывал лучше гораздо да да налетает ораклами на циклона как раз спасать его резко но успеет ли успеете вроде успевает да спросить вспомнить прям терять арик одного-то оракула надо отвезти риппера планируется воздушного шарика его сдувает прям если дает с каким-то из последних патчей так изменили что теперь это даже звук там взлетает не обращал внимание вообще надо устроить же нормальная ситуация то есть 50 на 50 этом три ораку но блин указ арабов сам больше самое интересное сейчас эти ораклы могут зажечь то есть если в лоб ораклы на залетят на циклонов то минус все циклонами на все марки будут ну да то есть стрэндж будет выпиливать боевой лимит здесь кассу просто так здесь либератор полетел и не видит он что самое обидное для краса ничего страниц летает куда-то непонятно куда не внутри тут бред если бы рискнул немного встречный стать на туретку это бред вообще но не знаю на ту редку залетать зачем три оракла да не получилось совсем ну просто нет но он же видел просто ну на майне ты видишь туретку я не знаю касс совсем что ли они ну не подбирать оба дарят на на вторую туретку получая станешь уверен что касс так мертвого отыграет либератор под ударом страниц блин кушать собирается делать ну может он и прав потому что у касса по экономике тени по экономике а по технологиям steam пока нету и не предвидится пока но тут танки уже дает что многовато кассы как бы все-таки боевого то лимита то со всеобщенность он и шикарно сейчас получается уже готов stalker вот я бирата на мэн вот если вот если блин как он достал от либератор если бы действительно нанес трэндж как ты грешу дар здесь получается такой рассекающий между базами причем на самом деле вот это это место оно даже стандартно уязвимая как бы то есть там тиран может держать прирост вот и там турецки не всегда ставят между базами а оракулов три штуки это большое количество то есть там 78 мариков плюс там циклоны с циклонами еще можно и захватить то не успеть сейчас это нужно занимать это вручную все делается не как раньше саму по себе пошел на лед пошла так и сейчас собирается по поведу же заходит циклоном а он пытается отвлечь от танков внимание указ не отступает на самом деле по два танка здесь много дэма же слышим по идее да нанесут криво да да сейчас нельзя заходит 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 страничка мы шли в тембе указ ушел что ж ты делаешь газ как ты ушел то не вовремя ё-моё это провал на 10 рабочих уменьшен чем краса указа фута блин койда стимпака просто времени еще я не знаю немеряно 30 секунд тяжело будет ну в связи с того кириллента как циклон наваливает конечно в миксис там бил с этим тем своими этими коль у нас уже есть грейд на атаку вот это очень хорошо с адепта материализуется на ней здесь станешь не пробивает и пробивает у стрэнджа не очень все хорошо чем у него вообще нехорошо с очень большую ставку на блин куш делал и в итоге экономика ну посильнее чуть-чуть осталось до после того как сейчас он про атаковал но до 19 блин опять не геймкарт создали ну вот в итоге как бы технологии то нету стрэнджа просто чем им стим по со стимпаком биться будет а ничем уже на самом деле это бега здесь просто каску коса получатся гораздо эффективнее армии сильнее даже разделил армию в двух местах спокойно как бы вот двумя частями убьет то что сейчас спалил фениксом но они тоже сразу заметил или не вроде заметил но не реагирует пока никак час возвращается то есть это дробь нечем англической бы стрэнджу здесь вообще до 10 миллиона нет ничего нет газ думаю что стрэндж чем-то ожидает дробь ничем не ожидает есть это атака будет дробаться когда за дарой другом еще в лоб пробивает все как-то уверенно прям космолит я вот нагрел как сейчас смотрелся неплохо очень на самом деле это заметил что он много тренится достаточно уверенно и такое мака хорош но здесь конечно еще есть такой момент что кассу немного повезло что рипер первым в хорошем направлении полетел а стрэндж наоборот поставил слишком далеко старгей то есть тоже такой это конечно мелочь но все равно то есть если первые три оракова прилетели гораздо раньше то указ был бы гораздо сложнее это невезение конечно то есть но это старкрафт это бывает всегда но касс вообще кэш молодец сориентировался нам и дропа ну и стрэндж тоже там вот на туретку навалился немного то есть переоценил оракулов наверно недооценил туретку или думал может быть что касс уже сонный нет чини турет в таком духе может быть но дан третья игра карта чаще гроув такая на самом деле 50 на 50 тут зависит конечно стиль игроков не особо креста я хоть и есть золотые экспанды такая более агрессивная по что есть визил ноги в центре непонятно же кому на да тут такое так счет 20 касс ведет и вот рассказ здесь тоже играть через быстрый газ в барак а страничка россию буты ряд стандартный гейт экспан в чем с этим не делает пока разведку или нет все-таки поехал поехал как будет делать разведку рипером сразу ну и дальше опять же варианты есть он может попытаться все-таки сыграть гелионов конечно на вихре более удобно играть стратегии причем касс хотел делать гелионов но так как вот рипер разведал увидел что там такое намечается веселье решил все-таки заказать мариков здесь просто не так удобно делать потому что не такие не такая большая карта и контратак может очень быстро прийти то есть вот гелион они в этом плане удобны чем больше карта там раньше пивосис было тоже строишь гелионов потом успеваешь как бы еще настроить армию в контратаке гелиона в это время могли зажечь рабочих там неплохо вот такая тема нормально но здесь все равно это может сработать как такой небольшой mind games то есть чиз против оппонента тем более если странич играть стандартные роботик стрелает то возможно не будет то есть юниты как бы расплечены и может не ожидать просто такого гелионов там одновременно гелиона репер запрыгивает хотя вот страница и второй пилон в грамотном месте то есть репера уже будет тяжело запрыгнуть стандартный достаточно стране любят так стать можно уйти до через вторую базу будет ну да то есть здесь кстати вот получается как бумажек кор будет висеть вот внизу прям рядом с натуралом я думаю может быть там еще какой-то пилон поставить и все репером уже будет не зайти вообще на мои то есть если только отвлечь отвлечь чем-то ну как далеко стоит армари про и factory поэтому это не будет где не будет гелионов лаверши корр не наоборот вроде или не видел страниц репера не знаем просто встать получается вот летел вниз репер вы как раз пилону вы подлетел смотреть можно было попытаться вертяжно добавить ну да вообще был шанс тоже к сыграет опять вдруг минок а вот ну а странишь робот вилает stalker с блинком такой стандартный вариант да теперь конечно да там сложнее догонять репера когда тень вообще нифига не видит ну минус репер и пирог летит доказ не видел в пилон просто он как бы не понимал что отсюда может достать указ есть вариант робот чистой минки можно дропать с мариками наука скрыть и выберет только только минки до заказы 2 ты club а причем с одного скорее все будет строить танки с другого возможно построить опять равен а такой сейф вариант либо то ну равен а потом под барак типа получается да 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 то есть так специально здесь нормально сейчас как раз по газу там будет примерно хватать в той игре то равен вообще хорошо хорошую пользу там принес defense дронами такими полу скулу отказа у странишь только один адепт на натурале у ее это очень мало его не хватает здесь минус адепт сейчас может быть нет это поживает уходит из зоны рейнджа но вот два две пробки это очень неприятный допрос и пробки покаталась у 2 то еще ладно но скука не добывала там больше больше 50 и 100 минералов потерял странишь я думаю почему еще потенциально угроза то висит еще рядом то есть да минки улетели то есть может кассы третью заблочить нексус кстати странно ну решил как что еще раз дропнуться надо она будет третьему подвозь сейчас тут не видит пока касс медилаком 3 из потерять его будет невероятно вообще-то вижность получается он в любой момент может залететь и здесь вот посмотрел 6 из 3 видишь здесь дроп нам и на натурал стрэндж стрэндж реагирует садеп сейчас надо спасать минки и сейчас будет блин а блин к еще нет лоу на 5 секунд до блин к опять на халяву доказ прилетел здесь еще и улететь да еще улетаю вот это на самом деле грамотно то есть вроде как никаких 3 демоджа не нанес но с другой стороны не потерял бездарный этот медивак как бы да не отдал в никуда его просто он потом еще и в это время он энергию копил очень не будет лечить очень много энергии минки выжил там на обороне или в атаке присоединяться потом к его удобно удобно такая тема ну как с опять собирается сделать с двумя танками с двумя медивак против призма хитро минки как-то к закопался с интересным чем две тогда то есть гарантированно взбиваем в рэвен 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 с дрону ставит последний момент но вынужден потерять 100 энергии к основу 6 странами чем рэвена всего потерять не хочет стал пропадать самое обидно это дефонс дрон не доставал халява стоишь поэтому до пушки 2 забирать краса 2 лаба щиты забыл заказать вот тоже большой косяк то есть выход пойдет и без 10 хп плюсом моряки пойдут вперед да чуть-чуть чуть-чуть сейчас только как вспомним а steam пакта уже через 20 секунд даже меньше и получается да точно здесь фишку важен steam pack чтобы сделать выход против сталкеров а щиты ну тоже желательно уже чтобы в самом главном сражении не были потому что начало то сталкер ну конечно даже отстреливать моряков это неприятно но они вряд ли будут там протос встречать с тремя базами тиранных трезис двух баз сталкерами может по контроль им имел сюда пару тройку моряков больше может забрать с учитывая отсутствие счетов ну это как бы да может не там не решающий будет фактор ну и эти факторы суммируются starcraft starcraft и по итогу у страницы кстати делать опять до варпо адептов но натурал и как касс это отобьет потому что у него все в атаке все впереди здесь часть сталкеров убивая так нет ну выход конечно мощно очень мощно до у страницы большие проблемы 15 секунд и счетов нужно предельно внимательно сейчас литератор разложится и к с рыч не сможет защитить свою третью базу с учениками не хватает до констрона 1 до 11 лебератор второй там висит у вас вообще не разу а он дом уже контролился ну да 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 здесь рабочие рабочие тех пор теряет конечно чуть похоже на то что у страницы не отбить станика внутри тебя зон 100 процентов уже отдает здесь ну реально 6 2 2 либератора но правда при этом коли неплохо похорасил с ним еще долбануло на сделал часть природства не и часть для своей армии которая здесь стоит прямо не берется совсем вот заметил заметить объем заметил еще одного либератора нет упадет в чем устраняющая согласову пусть пилон упорность литикой либератор прям домой на призму догнал а еще и будет он для над моей нам походу и совет не страниц заметил слову собьете сбил внутри сталкера сбили и либератора то отказ наглую просто по вторую базу прилетел но это совсем как катастрофа для страницы вообще попробую еще это отбей о фронтах хороший блин сталкерами с один танк ну хватит и не страницу 1 либератора до туда тоже направо переводить и все и здесь через страниц пойдет под либератора неприятно ну хотя бы с либератора грохнук сейчас минус танк будет рабочих у стрэнджа больше пока он держит 4 колосса 4 колосса это опасно это шанс для стрэнджа наверное ну кстати этот билл то вообще без лечения и и танчиков уже не осталось фактически, и опс есть у Стрэнджа в принципе под лимб, под Либератора пошел, тим патчица принимает бой, еще Либератор пытается Стрэндж выбить, выбивает Либератора, но что-то Био прям очень много, ну и четыре колосса колосса тоже жгут, колосса очень жестко жгут, пока что больше, но даже одного колосса не зафокусил, какая-то опасная игра на слабых экономиках такая идет в другом направлении ставят, ну касс еще пока не проиграл, его больше лимитов не-не, у касса все нормально, потому что колосса есть, у колосса просто прикрытия не хватает то что с Энтрик, конечно, энергию копят, то есть с Хорселдами, с Гвардианом не, ну 4 колосса просто тут, конечно, уже кассу нужно, как бы, что-то против них строить а в этом плане, ну, Трэнджа все есть, ему просто надо варпить, получается, как бы и пытаться Нексус раскачать третий то есть получается у Стрэнджа преимущество по армии, а у кассы небольшое преимущество по экономике да, ну, сейчас, учитывая этих мулов и неготовность третьего Нексуса, оно, в принципе, большим достаточно становится, по счастью, если открыть инкам, то сейчас 1500 на где-то на две с половиной, да, на две с половиной и даже, может, повыше сейчас подскочит даже до трех почти подскакивает иногда да, 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 да так-то экономика сейчас у кассы хорошая по сравнению со Стрэнджем, так это точно у Стрэнджа уже пять колоссов, ой, пять колоссов или четыре? а, нет, все еще четыре, не хватает ресурсов, подстраивает имморталов да, но он решил уже, что по-любому кассы викингов будет строить надо, типа, что-то по-другому, которое к викингам не так уязвимо будет подстраивать оказывается, что это даже не собирается делать, а, нет, он все-таки закатал арморы ну, не знаю, 60 минус центра ох, да, с энергией у него много очень было Стрэндж решил, что ему кушать на срочном я не знаю, надо ли ему действительно так срочно кушать да, нет, нет здесь, мне кажется, не вариант вообще кушать ну, то есть, прошел сюда показал, типа можно вычинить, кассию не видит пока ну, не знаю, лучше вычинить, конечно, пригодилось, но старпорт не заказать хотя старпорта 2 и так да, 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 здесь начинает шатать, Стрэндж то есть, понимает, что у него более мобильная армия но здесь тяжело, конечно, то, что вот эти возвышенности здесь могут викинги, вот если справа пойдет Стрэндж сейчас атаковать, то викинги могут залпы там повыдавать на халяву ну, да, здесь такая позиция здесь вот на третью как-то и не отсюда, и не отсюда, что да, вот викинги разве что как-то вот так, куда показывается одно и стал адепт на третью заходит развода о, сколько КСМ, кто погибло 9 погибло, но так, и викинга Стрэндж на халяву забрал адептами надо уйти Стрэндж пытается на вторую зайти, судя по всему, сейчас с адептами лд от КСМ, хорошо, пошли почему КСМ викингов не используют еще, не понимаю деппохи закрой КСМ, что ты делаешь, деппохи не закрывает о, какой фейл, что деппохи КСМ не закрыл и Стрэндж это лимита уже больше, что самое интересное становится, но мисклик от Стрэнджа, колод заблудился, один падает тоже да, ну и теперь экономика, конечно, у Стрэнджа хорошая, очень хорошая теперь начнем лучшее, ой, еще 10 КСМ окно унижали тут да ну, КСМ может и с лово ну, то есть, с маленькой экономикой оттащить да, то есть, если сейчас он сражение выиграет, то он ловит пошел замес Либератора, КСМ как-то в наглую просто два колосса на халяву КСМ забирает, причем ведь сейчас викинги сядут под сталкеров, они не как раньше, они сейчас сталкеров-то быстро размножут так пошло, как и Морд упал под викингами, СН3 тоже, а не что же техника? И так сейчас колосс еще от викингов по земле да, 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 колосс там заблудился блин, ну, кстати, дэмэдж, да у них какой приятный сейчас даже их еще еще подумаешь, раньше их на мясо сажали впереди перед био так как ДПС у био был, а сейчас лучше и за био их посадить да, 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 чтоб прожили протянули, ну, вот КСМ идет и у Стрэнджа один колосс только КСМ только думает, что там третья база ой, там адепты на третьей базе у КСМ что слева на 11 часах, на 12 часах база, то есть если бы он знал, что справа так слышно, он уже видел, он не взял ноги, нет? он видел, что справа база у него нет энергии, не напасешься ну, сейчас мощная атака ну, Либераторов, да смотрите, сколько, два Либератора гонят КСМ, Либераторами оттесняют на ХГ, колоссов ну, точнее, Викингов очень много Викингов, хорошо, когда Стрэндж спасает, ну... тут, походу, что-то что-то поплыло Стрэндж даже несмотря на отсутствие лечения здесь и, так, сталкер минку развел Стрэндж, молодец ну, тут экономика выбивается КСМ сейчас будет, Стрэндж будет блинкаться, наверное, под Либераторов или не будет, вот блинкается, но как прогоняет просто сплэша нету сейчас, ну, нечем армию вот эту Био убить причем она в основном из мародеров Стрэндж здесь их 23 штуки, ой, 21 штука это жесть вообще не похоже 30 да, похоже на то сейчас Викинги еще сядут или нет, решил вообще даже не садиться все, пошла такая туса ну, у Стрэндж вообще инкома нет рабочих сейчас уже меньше, чем у КАСА ну, КАСА здесь сейчас встречает центральную принимает генеральное сражение как-то, хотя нет, КАС даже отступает, но он понимает, что время на нее работает ну, тут я даже не знаю как Стрэнджу надо бой принять чтобы победить ну, да нет, невозможно уже победить пошли филды от Стрэнджа, но слишком много КАСА и 3-0, прям уверенно КАСА побеждает удивительно, но факт хотя кто-то скажет, что и не удивительно наверное совсем КАСА, КАСА как раз это и скажет да-да-да, он уже прогнозировал у Паши победу в общем, ну что тут говорить Тимага Блай, КАСА и Стрэндж получают первые квоты и по нашим правилам им нельзя будет участвовать в последующих отборочных так что давай, Паш, ты, бери призы тащи, короче вот, так что мы увидим других уже теперь игроков, ребят стопроцентно может быть Мишу пригласить я не знаю, на интервью победное как думаешь? ну, можешь тебя позвать я просто хочу а все, я понял, окей хорошо недавно уже стримлю понятно, окей все, счастливо, Серега спасибо, Паш, тебе за компанию да, ребят я тоже сейчас вернусь без задержки ждите вот это все вот это вот это вот это